Новый памятник на могиле юной героини, имя которой некогда знала вся страна, открыли под звуки церковного песнопения. Обелиск расположен на Троицком кладбище Красноярска, неподалеку от Мемориала Победы. Идея восстановить надгробие на месте захоронения отважной школьницы появилась уже давно. На реализацию задумки нужны были средства, получить которые удалось в рамках федерального гранта. Чтобы приступить к восстановительным работам, волонтерам пришлось заново искать погребение Лиды Прушинской. В процессе поисков попался фильм нам 70-х годов «Держинец». И мы просто увидели, что ребята-пионеры идут строем на данное кладбище. Подошли, выстрелились около могилы. Раньше по 300 человек с 1 августа школьники собирались и отдавали дань памяти Лиде Прушинской. Потом случайно остановились, пока ребятам уже темнело. Я говорю, может пойдем, и так вот смотрю, что знакомая мемориальную доску, которую видел, потянули на видеозаписи. Мы подошли, действительно оказалось ее могилой. Лида Прушинская в 14-летнем возрасте спасла из огня маленького мальчика. Она сама погибла от полученных ожогов. Врачи не смогли спасти ее. Эти трагические события произошли в далеком 1964 году. Но память о ее подвиге жива среди родственников и педагогов в школы, где училась пионерка. Но ее фотография висит в нашей школе, в музее. И рядом копия ее медали и удостоверение о награждении ее медали за отвагу на пожаре. Что произошло в тот момент, по сути дела, никто толком не может знать, именно когда вспыхнул уже бензовоз, из которого текло горючее. До шестого класса даже и не знала по поводу этого, что есть у нас в Красноярске улица Прушинская, есть какая-то Лида Прушинская. Мне в семье об этом не рассказывают, потому что у нас так получилось, что семьи разделились, каждый ведет своей семьей. У меня где-то лет, наверное, в 11 умер отец. Соответственно, мне не бабушка, никто больше об этом ничего не рассказывал. И когда я поступаю в девятнадцатую школу, нас приглашают в музей всем классом. Я, естественно, хожу, обсматриваю, смотрю, Лида Прушинская, моя фамилия. На открытии памятника присутствовали все ребята, так или иначе, участвовавшие в работе над проектом по восстановлению мемориала. К ним обратились со словами благодарности и вручили грамоты представителей Красноярской общественности, спасатели и краевые парламентарии. На примере Лидии Прушинской, одна из улиц, которая в Железнодорожном районе Красноярском, названа Беслоном. Мы воспитываем подрастающее поколение. Ребята примерно такого же возраста, и, конечно же, они все понимают, осознают, значит, преклоняются периодом к подвигам и стараются быть похожими на ее. На этом работа волонтеров и патриотических клубов не закончена. До сих пор неизвестно место захоронения другого героя Красноярска, в честь которого названа улица в Свердловском районе краевого центра, добровольца дружинника Алеша Тимошенкова. Восстановить память об этом герое – следующая цель молодых людей. Алина Штоколова, Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости.